Социальный блок в приоритете. Больше половины бюджета Павлодарской области на 2020 год предусмотрено на строительство жилья школ студенческих общежитий. Экономика региона стала социально ориентированной. О том, что сделано и что еще предстоит, в материале Ербола Абишева. 76 миллиардов тенге в Павлодарской области запланировали на социальный блок. Эти средства направят на финансирование ряда важных государственных программ и отраслей. Самый большой бюджет у системы образования – 20 миллиардов. В числе новшеств оснащение 111 полнокомплектных школ ученической мебелью по стандартам Назарбаев интеллектуальной школы. На эти цели предусмотрено 108 миллионов тенге. Важной остается инициатива главы региона по обеспечению бесплатным питанием всех учащихся младших классов. Для этого в бюджете дополнительно заложили 2 миллиарда тенге. Сегодня местные власти усиленно решают проблемы жилья для студентов профессионально-технического образования. В минувшем году в регионе построили 2 студенческих общежития. Кроме этого у нас строится 2 общежития по новой программе, которая разработана Министерством образования. Мы по душевую оплату делаем. Мы строим общежития ПГУ на 500 мест, ПГПИ тоже на 500 мест. Одно общежитие ПГПИ и ПГУ мы уже построили по 500 мест, вы это знаете. Сейчас частники строят 2 общежития. И этим самым мы поэтапно будем решать эти вопросы с общежитиями. Финансирование проекта АУЛ Ельбесыгэ в минувшем году составило 1,5 миллиарда тенге. 25 проектов реализовали в районах области. В селе Теренколь реконструировали стадион детско-юношеской спортшколы. Открыл двери обновленный пришкольный интернат. Здесь будут проживать учащиеся из отдаленных сел района, что позволит им не только успешно подготовиться к выпускным экзаменам, к сдаче единого национального тестирования, но также заняться своим дополнительным образованием, так как в райцентре для этого созданы все условия. Есть дом школьников, музыкальная школа, спортивные школы, стадионы. То есть дети могут не только учиться, но и отдыхать. В Валдарской области запустили пилотный проект Нурлы-Ярты с идеей переселить многодетные семьи из столицы и трудоизбыточных регионов страны предложил Аким области Булат Бакау. За полгода в область на постоянное место жительства в городе Кибастуз переехали 250 семей новоселов. Обеспечили арендным жильем, предоставили работу, а детей устроили в школы и детские сады. И эта программа будет продолжаться. На следующий год с республиканского бюджета нам предусмотрено еще средства 8,1 миллиард тенге для строительства 20 домов. Мы в этом году их уже начали за счет своих средств. На следующий год мы эти дома построим. Мы будем строить дома и в сельских населенных пунктах, опорных, спутниковых населенных пунктах, где нужны рабочие силы. В 2019 году в области построили рекордное количество жилья. 300 тысяч квадратных метров жилой площади удалось сдать в эксплуатацию. В городе Аксу восстановили заброшенную 30 лет назад многоэтажку, куда заселили многодетные семьи. Возвели новый микрорайон ИЖС, где новоселы уже получили квартиры. В планах власти намерены и дальше улучшать социальный пакет для многодетных семей. А с нового года в областном центре заработает специальная служба 109, которая будет курировать вопросы ЖКХ и общественного транспорта. Кстати, в Павлодаре динамично обновляется и становится экологически безопасным автобусный и трамвайный парки. Ербулавишев, Самат Аспанов, Марат Игриков, Алексей Менецкий из Павлодарской области, Хабар, 24.